Продолжение следует... Да, вижу. Спасибо большое. Ну что ж, причем посмотрите, как приятно коллеги даже пишут номер школы и прочее, прочее, прочее. А кстати, если можно, напишите, пожалуйста, откуда вы подключились к нашему вебинару, для того, чтобы просто понимать, например, сколько у вас времени, вот Оксана Владимировна пишет, Липецк, Воронежская область. Давайте познакомимся друг с другом, посмотрим, кто еще откуда. Москва, Омск, в Омске уже Кемерово, Андреаполь, Тверская область, Наталья Борисовна подключилась. Алтайский край, Иркутск, 5 часов разница, в Иркутске вообще уже полодиннадцатого вечера, в Алтайском крае не меньше. Коголым, тут, слава богу, часовая разница не такая большая. Коми, Новокузнецк, Новосибирск, Бакан, Минеральные воды, Югра, Пантамансийский автономный округ. Санкт-Петербург, посмотрите, пожалуйста, какой у нас действительно большой географический диапазон. Ну что ж, коллеги, давайте мы поговорим про ЕГЭ по английскому языку, посмотрим на типичные проблемы учеников в задании 38, и я попробую предложить некоторые приемы для их решения. Тема действительно довольно болезненная, потому что и мифы всякие ходят про ЕГЭ, да и ученики наши тоже бывают. Они не просто мифы, они действительно делают какие-то вещи, которые просто удивляют. Почему они именно так написали? Причем, к сожалению, дело не только в языковом уровне учеников. У меня, например, сейчас есть очень хорошая ученица, которая в очень хорошей гимназии учится в Москве. Я не буду называть, с вашего позволения, какая гимназия, но у нее прекрасный английский язык, у нее твердый прямо уровень C1. Великолепно, она хочет стать психологом, она очень интересуется многими вещами. Но при этом, вы знаете, есть какие-то моменты, аспекты в этом задании в 38, которые у нее вызывают сложности. То есть, эта проблема не чисто языковая. Но прежде чем говорить о сложностях, давайте мы с вами посмотрим вот на что. Ну, само задание мы все прекрасно помним. Обратите, пожалуйста, внимание на одно маленькое изменение, которое, тем не менее, может немножко повлиять, которое произошло в демонстрационном варианте на 2025 год. Сейчас пока еще на сайте проект, но коллеги спрашивают, можно ли скачать презентацию. Можно, я пришлю презентацию в чат, потом можно будет скачать. Про сертификат мы тоже напишем, тоже можно будет, есть такие возможности. Так вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Есть небольшое изменение, как вы заметили, наверняка уже знаете. Вместо opinion poll у нас появилось слово survey. То есть, если раньше было до результсово на opinion poll, теперь до результсово survey. Почему так и насколько это изменение серьезное? Оно не влияет совершенно ни на порядок подачи материал, ни на содержание. Почему взяли более короткое слово? Ну, во-первых, хотя они по смыслу очень близки, но, во-первых, писать проще. Правда же? И освобождается тогда возможность какая-то лексическая. Во-вторых, проблема в том, что как только некоторые ученики, когда они видят слово opinion, они начинают рассуждать там, где этого не требуется. И им бывает сложнее. А survey позволяет больше сфокусироваться на вопросе, который иногда ученики игнорировали. Посмотрите, например, вот у нас the survey question. Why are you not keen on theater going? Или во втором варианте. What matters most in learning a foreign language? Насколько я знаю, я могу ошибаться, но насколько я знаю, разработчики это сделали, чтобы еще больше добавить конкретики. И давайте мы посмотрим, что у нас произошло. То есть вот у нас эти задания, в остальном все осталось точно так же. Точно так же у нас в сумме ответы составляют 100% в результате survey question, в результате вот этого обзора, опроса и так далее. Но давайте посмотрим на то, какие были ошибки и в чем у учеников изникают проблемы. Я здесь взял материалы FIP, методические рекомендации. Их легко можно найти на сайте. Вы их, скорее всего, читали тоже. Но я позволю себе сфокусировать ваше внимание на некоторых моментах, которые важны. Ну, проблема в том, что ученики часто, некоторые, или не часто, иногда, не упоминают соцопросы и таблицу диаграмму вообще. То есть непонятно, что они анализируют. Придумывают сами, что это они провели опрос или собрали сведения. Хотя ученики понимают, что... Вернее, мы вполне можем сказать, что, ребят, не надо фантазировать, как написано, так и пишите задания. Не упоминают или искажают детали опроса, забывают или пишут не про ту страну, не про ту аудиторию. Но такое бывает, когда очень шаблонизированная подготовка, когда вот дали определенный шаблон, они заучили, а потом на экзамене под влиянием стресса забывают, что могут быть аудитории у нас ведь и teenagers, и могут просто people in that land. Правда же? Не приводят конкретные цифры. То есть не столько анализируют данные, сколько просто рассуждают. Описывают данные, а вот теперь важный момент. Описывают данные, таблицы или диаграммы, вне связи с заданным респондентом вопросом. Я сейчас покажу, что здесь имеется в виду. Не связывают проводимые сравнения с темой проекта. То есть сравнивают просто вот тут больше, там меньше, но не пытаются никак это с проектом соотнести. Или дают бессмысленный комментарий по этим сравнениям. Не могут ясно сформулировать проблему, либо ее решение. Не выражают мнение или не может его обосновать вот с этим проблемой. Ну и дальше по организации текста делают ошибки. То есть посмотрите, пожалуйста, давайте мы посмотрим сегодня вот на этих ошибках, которые, в общем-то, не языковые. Потому что, посмотрите, вот то, что я выделил, это вопросы смысла. Это вопросы смысла, это вопросы логики, это вопросы того, как ученик вообще понимает, что от него требуется. И вот что ФИПИ рекомендует. Например, какие бывают проблемы? Проиллюстрировать эти утверждения, то, что ФИПИ считает ошибкой. Например, когда дети берут просто вариант ответа из таблицы диаграммы, вставляют, например, 29% of the respondents choose no fast result. Вот они вставили, и все. Но вопрос-то может быть в том, какие проблемы. То есть они не просто выбрали, правда же, это не multiple choice, а это survey, опрос именно. Поэтому здесь сказать нельзя. Бывает, когда пошире пишут, as can be seen from the table, part of respondents prefer not fast results. Но тут тогда глагол prefer никак не подходит, потому что как же можно предпочитать отсутствие быстрых результатов, правильно? То есть они просто не подумав, глагол вставили, там prefer weather conditions. Но они же не предпочитают, они упоминают в качестве причины, почему, например, они там бросают какое-то обучение. А что же было бы правильным? Либо, если уж мы хотим сказать, например, какую-то опцию, то ее взять в кавычки. Choose the option, never fast result. Вот при этом можно заглавный со строчной буквы писать по-разному. И, соответственно, другие глаголы использовать. Вроде бы здесь все довольно просто, но когда мы что-то цитируем, то цитировать надо в кавычках. Кавычки при этом проверяются. Это проверяемые умения, они относятся к пунктуации. Другое дело, какие кавычки? Дети могут, например, там кавычки, елочки ставить, или вот эти вот скобочки. Тут как им будет удобнее. Любые кавычки будут засчитываться. Другое дело, что, действительно, вот эти вот варианты 29% of the respondents choose no fast result. Я не так давно с Марьей Валерьей Гребицкой разговаривал. Она мне, знаете, какие примеры привела любопытные? Она говорит, ну вот представьте, например, иногда ученики просто не понимают, вот они механически пишут что-то из таблицы данные, даже когда описывают. И они просто не понимают смысл вот этого опроса, хотя должны были понимать. Например, ситуация вот такая. Вопрос был. What do you like most about New Year holidays? И там были варианты какие-то. Или там what are you going to, what special things you are going to have for New Year holidays? И кто-то там пишет, или вот так, там кто-то пишет Christmas dinner или New Year dinner. Кто-то пишет, например, new clothes. Кто-то еще какие-то варианты. Putting up the Christmas tree. Вот такие варианты. Но ученики, вместо того, чтобы понять, подумать о смысле вопроса, например, что вам больше всего нравится. Кому-то больше всего нравится обед. Да, бывает праздничный обед – это важная часть праздника. Кому-то нравится сама елка. Кто-то новая там себе одежду приобретает, и это тоже для них праздничный момент. Но это именно вот то, что им больше всего нравится. Но ученики некоторые пишут просто механически, и они пишут там. Столько-то процентов людей ставят елку. Но ведь из опроса же никак не следует, что другие люди елку не ставят. Просто есть люди, для которых елка становится самым главным событием. Они больше всего любят. Но это не значит, что остальные люди елку не ставят. Просто те остальные люди выбирают другие моменты. Кто-то пишет, например, там, preparing Christmas dinner. Но это же не значит, что остальные люди без обеда сидят или без ужина. Правда? То есть ученики просто не понимают, они не обращают внимания на вопрос, и они описывают механически. И это становится проблемой. И вот здесь Фипи описывает в рекомендациях такие проблемы. И проблема действительно серьезная. А вот если, посмотрите, мы, например, choose the option в кавычках, то тогда все становится на свои места, мы уходим от такой ошибки. Вроде бы легко все, но, тем не менее, для того, чтобы сделать этот простой шаг, нужна наша подсказка. Посмотрите еще с проблемами, какие бывают ситуации. То же самое. Проблемы и решения либо не соответствуют заданию, либо какие-то нереальные, непонятно, абсурдные. Например, not all people know what are the best musical instrument, but they can choose their favorite musical instrument. То есть действительно... Проблема там совсем другая. Outline a problem that can arise with choosing the best musical instrument. И надо ее как-то решить. Какие варианты реалистичные могут быть? Почитать про инструмент, послушать звук, какой больше нравится. Пойти, наконец, попробовать разные инструменты в музыкальной школе. Правда же? Здесь получается, это не решение. То есть они не знают, не могут выбрать, но могут выбрать любимый. Не лучший, но пусть любимый будет. Оно вроде бы, конечно... У ребенка может быть какая-то внутренняя логика. Но проблема в том, что экзаменаторы, они не имеют права оценивать то, что они считают ребенок думал. И поэтому они могут оценить только то, что он написал, как мы с вами знаем. Поэтому вот такая проблема. Либо, например, автор высказывает мнение, но точно так же обосновывает нелогично или абсурдно. Например, if you don't have a musical instrument, you should find a music school and be an artist. Ну, слово artist здесь явно неправильно употреблено. Но, наверное, автор имел в виду вот что. Если у вас нет личного музыкального инструмента, найдите музыкальную школу и тренируйтесь там. Но ведь это совсем другая вещь, правда же? У меня была такая проблема с одной ученицей. Слава богу, не на экзамене. Я ее готовил к ОГЭ, и там было задание такое. Там был вопрос в опросе мнения в устном, правда, не в письменном. What do you do on weekends? Что девушка ответила? Она взяла и буквально сейчас русского перевела. On weekends I sit at home. И пришлось ей объяснять, что sit – это вот действие. Вот то, что мы с вами делаем. Вот мы сейчас, ну, по крайней мере, я делаю. Может быть, кто-то из вас там стоит, может, лежит кто-то. Вот это вот действие, вот сидеть и все. То есть я и говорю, вот представь, что как только ты написала I sit at home, то получается значение такое. Ты вот встала в субботу утром, села на стул или там на диван и сидишь, ничего больше не делаешь. И в воскресенье то же самое. По-русски сидеть дома – это просто означает I stay at home. Но вопрос-то, что ты делаешь, поэтому I stay at home and… И надо какие-то хотя бы один-два примера привести. Что ты еще делаешь там? Остаюсь дома, смотрю кино, читаю книги, готовлю уборку, делаю и все. То есть ответ получался абсурдным. Правда же по-английски? Хотя ребенок понимал, что он хочет сказать. Здесь, возможно, проблема та же самая. Мы можем догадаться, что хочет сказать ребенок, но мы не можем поставить оценку. Просто потому, что не написал он этого. Здесь, на самом деле, эта проблема исправляется довольно легко. Мы предлагаем ученикам обменяться своими работами и попробовать сказать, как ты понял ответ своего друга. И все. И сразу становится понятно, где ответ понятен, где ответ непонятен. И там, где ученики нам с вами не доверяют, что вот мы считаем, там, малый малыш, придираемся, думают или еще что-то, то здесь совсем другая картина. Когда они видят, что у них одноклассник не понимает, что он пытается сказать по-английски, они уже думают о том, как переформулировать. Но давайте посмотрим на то, что еще происходит, потому что очень часто звучали жалобы. Вот, эксперты что-то там придумали, как же бедному ребенку какую-то логику угадать, которая в голове у эксперта, взрослого человека, с богатым жизненным опытом. Но давайте посмотрим, какие проблемы возникают. Вот что считают нарушением логики, а что не считают. Действительно ли хотят, чтобы ученик мыслил, как взрослый опытный человек? Или все-таки здесь смотрят на какие-то действительно нарушения, довольно очевидные? Вот посмотрите опять цитата. Автор пытается дать какую-то вводную фразу общего характера перед описанием ситуации. И обратите, пожалуйста, внимание, что эта фраза не обязательно. Ее можно писать, можно не писать. Никто ее не требует, задание не требует. Правда же? То есть с задания можно просто ответ начинать. I'm working on a project. Такое-то, такое-то. Все, этого достаточно. Не надо придумывать, насколько это важно или прочее. Не стоит тратить свои силы и свое время, и время ребенка на то, чтобы они пытались какую-то базу подвести, что это важно или не важно. И проблема в том, что вот какой-то пошел шаблон гулять, видите, в 2024 году, где какая-то фраза, которую ученики просто задубрили, пытаются ее притянуть. И часто она противоречит дальнейшему изложению. Например, тема такая. Why some zettlanders refuse to attend music schools? А эссе звучит следующим образом. Nowadays, more and more people attend music schools. My project is devoted to the topic why people refuse to attend music schools. То есть получается, в общем-то, нелогично. Правда же? Нет, понятно, что можно иногда изучить какие-то вещи в плане того, что, например, а я хотел бы изучить, почему, например, люди отказываются, несмотря на то, что это популярный тренд. Но тогда это надо было бы объяснять. Но тогда возникает другой вопрос. А зачем нам писать лишние предложения, которые у нас отъедают тот самый относительно небольшой лимит слов? Потому что когда ребенок начинает научиться писать, уже ему вот этого лимита 200-250 слов не всегда бывает достаточно. Сначала кажешь, что никогда его не одолеешь. А пойдемте дальше. Что еще бывает? И еще иногда бывает так. Что вот какие-то слова прямо писать обязательно. Или какие-то слова ни в коем случае писать нельзя. TP подчеркивает, что нет никаких запрещенных слов. Нет никаких обязательных. Нет, к сожалению, каких-то волшебных палочек. Вот написал эту фразу, и все, тебе поставили высокую оценку. Или какие-то грамматические правила. Не существует и существовать не может. Поэтому когда начинают дети приходить к нам и говорить, ой, а мне вот сказали, что вот это слово ни в коем случае нельзя писать. Но это неправда. Просто потому, что все, что нужно, это чтобы нормальное, четкое выполнение заданий, оно было логичным. Вот теперь давайте перейдем к тому, чему же все-таки надо научить и как научить. Итак, проблемы, которые возникают, их можно поделить на несколько групп. Во-первых, это чисто языковые проблемы. Грамматика и лексика. Я некоторые моменты покажу, которые позволяют эти проблемы довольно быстро решить. Но я думаю, что вряд ли стоит нам с вами сегодня серьезно фокусироваться на обучении грамматики и лексики. Где взять, как сделать, я покажу. Вторая проблема, она гораздо серьезнее. Это когда у детей не хватает жизненного опыта и фоновых знаний. Отсюда получается, что они, оказывается, не способны сформулировать проблему. Им просто в голову не приходит, а какая тут проблема может быть. И таких учеников довольно много. Либо не способны предложить реалистичные решения. Все время какие-то уходят на кого-то, рассчитывают там правительство дано, надо придумать, надо изобрести и прочее. Проблема бывает, когда ученики не видят общей логики задания. Зачем мы это делаем? И отсюда логические ошибки возникают, в том числе те, которые я описал, но бывают и другие. Либо просто невнимательно выполняют не все пункты задания. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы ученикам помочь. И что мы можем использовать. Ну, во-первых, конечно, нужно знакомить не только с форматом задания. Вот когда говорят, что жалуются, там, вот, учителя натаскивают детей вместо того, чтобы учить. Что значит натаскивать? Натаскивать – это когда мы просто берем задание из открытого банка, выполняем и говорим детям, вот тут правильно, а тут у тебя неправильно. Это не очень помогает. Нам же все равно надо сначала объяснить, почему неправильно, что было бы лучше. А просто говорить по ключам – это верно, это неверно, этого недостаточно. Поэтому надо посмотреть не только на формат заданий, но и на его общую логику. Нам нужно добавлять детям, хотим мы того или не хотим, фоновые знания по темам кодификатора ЕГЭ, для того, чтобы дети хотя бы ориентировались. Как быть, если, например, в учебнике про это мало говорится, или еще где-то не хватает, или просто ребенку, которого, ну, не хватает фоновых знаний, но при этом он пошел сдавать язык. Я вчера в одном сообществе прочитал жалобу преподавателя, который пишет «Я столько сил прилагаю, чтобы отговорить детей сдавать ЕГЭ». Вот она прямо старается очень. И она говорит, и как это трудно иногда бывает. И посмотрите, какая картина возникает. Я понимаю преподавателя. Она видит, что ребенок слабый, и что ему научиться трудно. Она его пытается отговорить. Но как быть ребенку, если ему ЕГЭ нужно для поступления в университет, а его преподаватель отговаривает? Не получится ли так, что мы пытаясь сделать доброе дело для ребенка? Мы ему, наоборот, портим жизнь, мы подрываем его уверенность в себе. Кстати, коллеги, а вот что вы делаете, если можно, напишите в чате, если у вас ученик слабый по языку, и вы понимаете, что он сильно больших баллов не наберет на ЕГЭ. Вот вы его отговариваете, вы ему пытаетесь как-то помочь, или что-то еще делаете. Или вы ему говорите, не надо сдавать тебе ЕГЭ по английскому, выбери другой предмет, иди общество знания сдавай. Ну, это хорошо, когда где-то можно выбрать, например, что либо ЕГЭ, либо общество знания. Поделитесь вашим оптом, как вы обычно поступаете. Я делаю так. Дело в том, что здесь очень много зависит от того, какой балл нужен ученику. Поэтому мы с учениками делаем тогда, например, какой-то пробный тест ЕГЭ. Я подсчитываю, какая примерно была бы оценка. Понятно, что вот каждый год у нас теперь последние годы стали меняться вот эти коэффициенты пересчета баллов, поэтому тут уже не всегда бывает это удобно. Посчитать, но примерно оценку мы можем сказать. Я говорю, вот у тебя сейчас примерно может получиться столько-то баллов. Если ты будешь заниматься вот так и вот так, у тебя может получиться прирост вот примерно вот на такое количество баллов. А затем уже дальше дело ребенка решить. С моей точки зрения. Может быть, я здесь неправ, или может быть, у вас есть более положительный опыт. Вот разговор с родителями у коллег бывает. Я предлагаю сделать так. Я говорю, а теперь давай мы с тобой посмотрим, куда ты хочешь поступать. Он называет университет. Мы открываем сайты типа вузопедия или еще какие-то. И смотрим, какой был в прошлом году не только минимальный балл, но и проходной балл. У меня недавно одна коллега, она говорит, ой, у меня сын тут выбрал сдавать ЕГЭ. Он хочет поступать на ИНИАС и называет очень солидный университет. И говорит, ну там же написано, минимальный проходной балл только 40 баллов. Ну уж на 40-то баллов он всячески сдаст. Я говорю, подожди. Минимальный проходной балл – это тот балл, на который необходимо сдать, чтобы твою работу вообще рассматривали. А смотреть-то надо средний балл, который был проходной. И понимать, если ребенок твой сдает примерно на средний балл, значит, у него шансы есть. Если он сдает заметно ниже среднего балла, то тут будет проблема, потому что может просто баллов не хватить. Но, к сожалению, не всегда это понимают родители, и уж тем более не всегда понимают дети. Вот коллеги пишут. Предупреждаю родителей, на какой результат способен ребенок. Я ровно то же самое им предлагаю, чтобы они понимали. Екатерина Владимировна Шакирова пишет. Если нужно действительно хороший результат, ребенок не обладает знанием, можно, правда, сказать, что трудиться нужно минимум год. Совершенно верно. У ребенка должно быть реалистичное представление. В этом году девочка перешла порог, но ей было достаточно для поступления в универ. У меня была в прошлом году такая ситуация. Занимался парень, он, ну, средний, он очень неглупый, он хорошо занимался, он хотел поступить в Нью-Йоркфак в МГУ. И на бюджет у него баллов по ЕГЭ не хватило. Я рассчитывал, честно говоря, что он заработает больше. Он получил меньше, чем я надеялся. Причем, знаете, у него получилось так. У него по сложным заданиям были баллы высокие, а по заданиям низких уровней у него баллы низкие. Он там ошибок сделал. То есть он настолько сосредоточился на самых трудных заданиях, что он их выполнил хорошо, а на простых заданиях расслабился. Причем, к сожалению, эта проблема была не только с ЕГЭ по-английскому, но и с русским языком та же сама. А у него мама учитель русского языка. И она говорит, ну, говорит, видимо, он сам себя перемудрил. Такое тоже бывает иногда. Но вы знаете, ребенок был доволен. Он сказал, мне, говорит, хватило вот этого балла для того, чтобы получить очень хорошую скидку на коммерческое обучение. Потому что там есть такие возможности, например, там если у тебя балл такой-то такой, то ты получаешь скидку. И семья все равно оказалась довольна. И это слава богу. Вот коллеги пишут, пытаюсь помочь, особенно если есть способность, настраиваемся на интенсивную работу. Если способность не очень, то разговариваемся с учеником и с родителями. Верно. То есть у всех есть индивидуальный подход. Но я очень рад тому, что у нас подход-то, в общем-то, взвешенный и реалистичный. Ну и, конечно, нам с детям надо прорабатывать каждый пункт плану последовательно. Давайте посмотрим на то, как это можно сделать. Итак, я покажу примеры из двух пособий сегодня. Из пособия Ирины Викторовны Хитровой. Это обновленное издание, поэтому если кто-то из вас пользовался им в прошлом году, то в этом году добавилось тестов, переработали под формат, актуальный формат ЕГЭ, вот с теми самыми survey, в примерах ответов. Давайте посмотрим на методику, которая лежит в основе пособия, и посмотрим, как это работает. Вот посмотрите, что здесь авторы делают. Мы видим, что здесь формат ЕГЭ вот тот самый, survey question, прочее, прочее. В этом пособии есть примерные ответы. И посмотрите, самый интересный момент. Здесь есть пошаговые упражнения, и в итоге ученики учатся на отлично написать 5 эссе по 5 различным темам. А потом в этом пособии 30 тренировочных тестов. Дальше уже можно еще тренироваться. То есть в итоге не 5, а 35 эссе будет, что абсолютно, на мой взгляд, более чем достаточно за год для большинства учеников для того, чтобы научиться писать как следует. Но давайте посмотрим, как вот этим 5 эссе обучают с точки зрения тех умений и тех проблем, которые FIPI выделяют, и то, что я выделял. Посмотрите, сначала идет описание, что нужно сделать, и предлагается вот та самая работа с opening statement, когда предлагают ученикам посмотреть сначала, например, как это может быть, ученики соотносят абзаца с пунктом плана, тут все довольно логично, даются справочные материалы, например, лексика вот эта вот, которая нужна вводной, прочие-прочие-прочие моменты, а затем посмотреть, что у нас получается. У нас идет работа вот с этими моментами, например, средств логической связи, мы их не просто дали, мы их тренируем в упражнениях, я только кусочки упражнений показываю, потому что понятно, что целиком книжку не показать, как ни стараясь. И вот посмотрите, что получается. Дети видят, прямо начинают по абзацам работать, то есть каждый раз они работают по абзацам, то есть от них не требуется целиком пойти эссе написать, которую они, может быть, не умеют писать. Они разбирают подробно, как писать первый абзац, потом для пяти разных заданий они пишут эти абзацы. Последовательно. Не сразу вот на одном уроке пять абзацев написать. Это не обязательно, тут довольно гибко можно поступать. И посмотрите, вот задание, прочитайте предложенные варианты написания абзаца один, задание 38, дайте их анализ. Корректно ли написано абзац? Это вот та самая проблема, о которой говорит ФИПИ. Насколько здесь корректно, нет ли здесь ошибок. А потом проверьте себя по ключам. И вот у нас примеры этих заданий. И мы можем посмотреть, какие у нас есть проблемы. Например, посмотрите в первом варианте. Вроде бы все хорошо звучит. А затем посмотрите. У нас есть проект On Popular National Dishes. Тут все правильно написано. А затем посмотрите. Ребенок пишет. For my project On Popular National Dishes in Zetland, I have analyzed the results of a relevant survey I found on the internet. Откуда взялось On the Internet, вообще непонятно. Правда же? То есть, не полностью соответствует On the Internet, нужно зачеркнуть. Дальше. Опять у нас вариант. Ребенок пишет. I have found some meaningful information. I'm going to comment on the results of the survey presented in the table and express my opinion. И вот тут предложение не очень стыкуется. Meaningful information, the results of the survey, они как бы не очень стыкуются, хотя это уже лучший абзац. Дальше. Посмотрите. Третий вариант. Что у нас тут здесь? The project I'm involved in focuses on preferences of the interviewed in Zetland. I have found some data on this issue. I would like to comment on the results of the survey. Не говорится, что результаты представлены в таблице или там в диаграмме. Для нас это важно, потому что мы когда встречаем абзац и начинаем описывать уже, то непонятно, откуда что взялось тогда. Ну и так далее. То есть вот так ученики поработали, мы с ними пообсуждали. Тут вообще тоже хороший вариант. I have found a table with certain results of the survey. Какого survey, непонятно. And analyze them. Вот такие вот моменты. То есть мы видим, где удачно, где неудачно. Затем дальше. Посмотрите, пожалуйста, мы обучаем логике. Задания, причем на разных уровнях, не только на логике от абзацев конкретных. Но и посмотреть, например, вот такие задания. Распределить предложения в соответствии с информацией, которую они содержат, общего или конкретного характера. И мы учим школьников потихонечку идти от общего к частому. Как нам построить сам абзац. Сначала наиболее общая идея, потом более конкретная. Работаем над абзацем, например. Над следующим. Я показываю не все, конечно, упражнения, только маленькие моменты. Вот как они работают на развитие именно тех умений, логики конкретизации. И вот мы видим, как мы учим конкретизировать. Тут, когда мы смотрим на useful language, тут фразы, которые могут пригодиться для сравнений. И затем, посмотрите, вот те самые проблемы. Как мы учим. То есть здесь такая хорошая вводная часть. Она обзорная. Она позволяет потренироваться, поработать с учениками. Объяснить им, что это такое. Затем в тренировочных тестах дальше они уже тренируются. Вот у нас работаем над четвертым абзацем. Предложить способ решения проблемы, перефразируя предложенные конструкции и фразы. То есть это упражнение, оно параллельно. И не только подумать надо, но это упражнение еще и грамматическое. То есть мы с вами видим тут. Teachers had better. Encouraging people to exercise more seems to be. The amount of stress at work should be. Мы еще и полезное начало даем. А затем посмотреть, напишите, к какому результату приведет вот эти вот проблемы, решения. Предложенные. И опять же используем те конструкции, которые нам надо. То есть здесь авторы довольно изящно решают две проблемы. Проблема языковая и проблема, соответственно, как поработать с логикой таких вещей. Пойдемте дальше. Что у нас еще есть? Тут удобно то, что пособие написано авторами, которые не просто являются экспертами ЕГЭ. Один из авторов является тьютором экспертов в Москве. То есть она других экспертов обучает. И для учеников дается именно анализ работы, которую мы можем воспользоваться. То есть дано несколько работ. В самом начале, когда вот только объяснили, что такое за эссе, что там должно быть, как это делать. И ученикам предлагается посмотреть на эти вещи. Они читают. И они начинают разбирать. И вы знаете, я сам пользуюсь этим пособием. Мне очень удобно самому то, что ученики читают. И прямо видно, чего они не замечают. То, что мы с вами опытным взглядом выхватываем моментально, то, что эксперты замечают еще глубже. Ученики просто пропускают какие-то моменты. Например, мы видим, что тут есть проблема определенная. Тут у нас есть уже количество слов написано, чтобы ученики сами не подсчитывали. И затем идет анализ ответа. И анализ ответа работает именно так. Да, вернее, он написан именно с точки зрения эксперта. То есть ученики понимают, как их собственные ответы будут анализироваться. Что там будет происходить и прочее, прочее, прочее. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас мы читаем, как эксперт сначала подсчитывает то-то. Потом он пишет, например, что есть такая-то ошибка, что он сам собрал сведения. Что неверно. И так далее, и так далее. То есть здесь все подробно очень дается. Подробный ответ. И мы видим, как эксперт работает с той самой дополнительной схемой оценки. Дается чек-лист ответа. Вот мы здесь ставим вот эти вот плюсы, минусы и прочие вещи. Мы здесь объясняем. Так что все у нас здесь срабатывает. Дальше давайте посмотрим. Вот он у нас, чек-лист. Но мы такие же чек-листы, вернее, не мы авторы здесь предлагают. Предлагают чек-листы для тех эссе, которые пишут ученики. И ученики учатся работать со своими работами, собственно, их проверять точно так же, как работали бы эксперты. То есть, в принципе, здесь получается довольно удобно. Мы потренировались с учениками, подробно разобрали каждый абзац. Мы сделали тренировочное упражнение. Мы дали им инструментарий необходимый. Те же самые и вводные слова, и логическая связь. Вот эти вот маркеры. Мы им дали, что мы им еще дали? Мы им дали грамматику. Там есть небольшое количество упражнений, но небольшое. Оно просто позволяет обеспечить ученикам умение достигать сложного уровня грамматики для выполнения этих заданий. Но там нет такого большого фокуса. Прямо вот сиди и делай грамматику. Для этого есть другие пособия при необходимости. И вот посмотрите, вот у нас вся эта вторая глава этого пособия. То есть, страница с 25 по 102. Это разбор прямо пошаговый, когда мы каждый абзац пишем отдельно, учимся. И в итоге у нас получается 5 сочинений, которые мы написали. А затем у нас идет третья глава, 30 тренировочных тестов. У нас есть приложение, у нас есть ключи. И вот приложение тоже здесь важное. Почему оно важное? Потому что, во-первых, для учеников вот к этим тренировочным эссе предлагаются типовые ответы. Какой ответ был бы засчитан полностью. И вот мы с вами видим, он прямо написан. То есть, ученик может написать, сравнить с своим примером, который может считаться эталонным. С точки зрения экспертов, которые точно получат высший балл. Плюс у нас есть ключи к тем самым упражнениям, которые мы с вами видели. Вот такое пособие. Коллеги, вот давайте теперь подумаем. Может быть, вы этим пособием пользовались. Может быть, вы не пользовались, но просто сейчас посмотрели на логику, на то, как это развивается и прочее. Скажите мне, пожалуйста, вот для каких учеников вы бы такое пособие стали бы использовать? Для учеников, которые сильные в языке и которым только сфокусироваться надо? Для учеников, которым надо по шагам разобраться с тем, как писать эссе? Или вот для кого еще и как? Вот из того, что мы с вами видели. Так, которым надо разобраться. Действительно, практически для всех коллеги пишут. Но и для сильных тоже есть. То есть, вы знаете, я вот с сильными учениками все равно пошаговый разбор делаю. Вот Сергей пишет, for B2-level students at least. А почему B2? Ну, B2 – это уровень этого задания ЕГЭ. Так что да, видите, кто-то взял бы для кого-то там для базы разобраться, а потом более сильно кому-то для всех пригодилось бы. Я с разными учениками пробовал. Просто с кем-то я прямо каждый абзац прорабатывал детально. С кем-то я использовал как опору, а затем брал уже тренировочный тест. Кому надо было только чуть-чуть что-то почистить, такие моменты. Но давайте посмотрим. Может быть и другой подход. Вот мы сейчас увидели, как можно прямо детально по абзацу. Что мне в той книге нравится? Она очень сфокусирована, очень конкретно. Вот формат, вот логика, вот делайте и все. Прямо по шагам. Так, коллеги пишут, по количеству слов это C1. Уровень никак с количеством слов не связан по европейской шкале. Абсолютно не связан. Любое количество может быть. Если мы с вами посмотрим на рабочую программу, то там количество слов для чтения, например, дается определенное. Да, вот как коллега Татьяна Слоева пишет, для кого тренинг, для других разбор и закрепление. Так, вспоминаю себя на уровне ниже B2, и мне было просто очень сложно по лексике и грамматике подобные задания. Это верно. Задание на эссе, вот этот 38-й, это уровень B2. Вот, это они просто не считают. Нет, если вы откроете европейскую шкалу Common European Framework, там нигде не упоминается количество слов вообще, в принципе. У слова может быть уровень определенный, как словари некоторые пишут, но количество слов никак никаким образом не определяется. Если вы имеете в виду, что обычно в экзаменах на уровне C1 такое количество слов дается, это другой немножечко вопрос. Это практика, но это никак она с уровнем не связана. Вот. В заданиях экзамена. Я понял, что вы имеете в виду. Нет, это просто традиционно. Но с другой стороны посмотреть, тот же самый экзамен IELTS, там, например, где описание графика, там 150 слов. При этом IELTS позволяет оценивать и более высокий уровень вплоть до уровня C2. Там вот от Band, который наберется, который попадает, если там на десятку, то это уровень C2. Это даже не C1. Вот такие моменты. Поэтому на самом деле нет. Количество слов в задании, оно не соотносится с уровнем. Потому что могут быть простые задания, может быть вот это вот. По крайней мере, с точки зрения европейской шкалы. Поэтому там такой связи нет. Есть связь просто, что в каких-то экзаменах бывает, в каких-то не бывает. Вот и так далее. Почему IELTS ориентирован? Если вы посмотрите спецификацию, то там написано, Band такая-то, соответствует такому-то уровню. Band столько-то, соответствует такому-то уровню. В Academic Mouth там как раз описание графиков, там четкие соответствия есть. Поэтому все там совершенно четко. Экзамены типа IELTS, TOEFL и прочее, они позволяют как раз определить, на каком уровне человек находится уровень коммуникативной компетенции. Они для того и созданы. Так что это работает. Но это отдельная тема. Давайте мы сейчас пойдем дальше, посмотрим на еще один подход. Потому что иначе мы очень уйдем в те обсуждения, для которых надо просто открывать документы и смотреть. Я готов показать по документам. Я просто почему эти вещи хорошо знаю. Я в МПГУ преподаю один из курсов, который я веду на факультете иностранных языков МПГУ. Вот в Институте иностранных языков как раз методика подготовки к УГИЕГ. И мы там разбираем нормативные документы, довольно детальные и прочие моменты. Так что я могу вам сказать, где посмотреть, если я не готова поверить мне на слово. Давайте я покажу сейчас другой подход немножечко. На примере пособия Юлии Николаевны Евсеевой и Алины Дмитриевны Миканбе. Алина Дмитриевна работает в РАНХИКС, преподает английский язык. Юлия Николаевна Евсеева, специалист МЦКО Московского центра качества образования. Один из разработчиков диагностических работ. Коллеги-кандидаты наук и работают с ЕГЭ в том числе. Вот здесь тоже это издание. В прошлом году вышла книжка. В этом году дополнили. Сделали под формат нового года вот этого, где сервей. И добавили еще юниты. То есть, если было 5 юнитов. Teenagers Troubles, City Life vs Country Life, Keeping Fit и Learning Social Networks. То добавили теперь юниты Shopping и Entertainment. И добавили еще отдельные разделы. Linkers and Connectors. И ключи есть. Но здесь совершенно по-другому подход построен. Давайте посмотрим. Может быть, кому-то он окажется ближе. С какими-то учениками я и его тоже использую. Конечно, начинается с памятки. Сначала объясняют ученикам, что нужно сделать. Прямо по шагам сделай то-то, то-то. Вот примеры фраз, которые нужны для такого-то абзаца. Вот пример абзаца такого-то. То есть, мы с учениками вполне можем разобрать, что здесь важно сделать и прочее. Но подход при внешнем сходстве, он здесь очень сильно отличается. Потому что, посмотрите, здесь учат школьников интерпретировать таблицу. Вот если мы в предыдущем пособии, у нас больше фокуса на то, то какую лексику использовать, какую грамматику, как построить абзац, то здесь параллельно развиваются те самые умения еще, которых, бывает, не хватает метапредметное. То есть, посмотрите, первое задание. Вот мы прямо сейчас пройдемся вообще по целому юниту и пробежимся глазами по этой логике. Первое задание. Fill in the table based on the text. Ученики учатся выхватывать вот эту ключевую информацию. То есть, они учатся относить линейный текст с нелинейным текстом, с таблицей. Они очень быстро заполняют. Зачем это надо? Ученикам кажется, что они только на цифры смотрят. На самом деле, мы их начинаем подводить к темам, и мы им даем информацию о том, что же и как происходит. То есть, тут у нас и лексика потихонечку добавляется, и прочие моменты. Следующее задание. Read the text. What problems do young people face? Мы здесь поговорили с некоторыми проблемами, к кому обращаются. А вот здесь дальше мы смотрим уже конкретно, а какие проблемы у учеников бывают. И мы смотрим, почему. То есть, у нас здесь идет описание. По сути, у нас получается, мы как раз с фоновыми знаниями, мы фоновые знания и начинаем набирать потихоньку. То есть, это та самая проблема, когда дети об этих вещах не думали, не знают, не знают, что сказать. То есть, мы их учим не только как сказать, но и тому, что можно сказать, чтобы у них были свои идеи. То есть, вот у нас получается, посмотрите, пожалуйста, what problems do young people face? Мы почитали. Затем у нас идет, я здесь третье упражнение пропустил, потому что там немножко вот с этим проблемой, просто как это с таблицей соотнести. Дальше, посмотрите. Мы работаем. Find an appropriate comparison description. Учимся, как вот это вот сравнить, использовать все вот эти вот нужные обороты. Для сравнения. Плюс у нас, посмотрите, у нас идут памятки. Согласно заданию такому-то после вступления к замену, мы должны написать то-то, то-то, то-то. И затем, посмотрите, вот чтобы ученики не забывали, зачем мы это делаем, им задается вопрос. Как вы думаете, для раскрытия какого аспекта возможно использование утверждений из упражнений 4? И разбираемся с этими вещами. Затем, посмотрите, у нас идут linking words. И их ученикам говорят, что, ребята, several options in each gap is possible. Вернее, are possible. Почему так? Потому что бывают разные вещи, которые мы можем использовать для того, чтобы передать одну и ту же идею. То есть мы им показываем, что не считайте, что есть какие-то волшебные слова. Наоборот, вы можете поступать гибко, делать вот так, вот так, вот так, лишь бы вам это подходило. Дальше. Одно из следующих упражнений. Учимся разнообразию лексическому. Тексты в этом пособии берутся из иностранных статей. Тексты создаются на основе статей, то есть берется информация. Здесь не взяты статьи в чистом виде. Это было бы нарушением авторских прав, либо их пришлось покупать. Здесь просто авторы смотрят материалы и пишут вот эти вот тексты. Но, как вы видите, здесь уровень сложности, он не завышен. Если бы мы взяли бы просто статью иностранную, было бы сложнее с этим. И вот, посмотрите, у нас идет работа с лексикой. Replace the words and phrase and build with the synonyms. Поработали с такими вещами. То есть мы, смотрите, то есть сначала мы поработали с информацией. Мы начали собирать информацию о том, какие бывают проблемы. То есть если ребенок вообще с этой темой не знаком, он уже познакомился. Затем мы начали работать с лексикой. Затем после этой лексики мы подходим вот сюда и начинаем думать про проблемы. Look at the table and outline a possible problem that teenagers can face at school and suggest possible solutions. То есть ученики начали сами думать. При этом мы с вами знаем, что мы не обязаны эту проблему связывать обязательно с информацией в таблице. Но при этом на некоторых совещаниях звучали высказывания о том, разработчиков экзамена и федеральной комиссии членов, о том, что вполне возможно в ближайшие годы нужно будет, чтобы проблема вытекала из данных в таблице или в диаграмме. Поэтому здесь посмотрите, здесь сразу ученикам говорят, а попробуйте, подумайте. И вы знаете, вот пробовал с учениками, они довольно легко находят эти проблемы. Потому что здесь все довольно конкретно. Например, друг может не знать решение. А мы видим, что большинство идет советоваться с другом. Потом, я сейчас хотел бы ваше внимание обратить, вот мы потом дальше будем им еще с нескольким вариантом работать. И тут опции разные. В таблицах это специально, чтобы у нас не было одно и то же эссе. Нам было о чем подумать. И вот мы видим, например, там психотерапевт, просто какой-то врач общей практики, например, что и как. Какие проблемы могут быть с родителями. Например, родителям вовсе и не надо знать, что у ребенка такая проблема. Или там ребенок стесняется с родителями поговорить. И предлагаем какие-то решения. А затем, посмотрите, мы предлагаем обменяться в парах и посмотреть на то, что написал соученик. Это вот то, о чем я и говорил. Как посмотреть глазами соседа на то, что ты сам написал. Это вообще реалистично или нереалистично. И мы таким образом экономим свое время, вместо того, чтобы комментировать каждую работу. Например, is the problem real or unreal? Why? Is the way of dealing with the problem effective ineffective? Why? Причем, посмотрите, мы здесь не говорим про реалистичность, потому что понятие реалистичности, это, в общем-то, нам с вами легче. А мы говорим эффективное или неэффективное решение. Здесь подростки говорят о своих проблемах, поэтому они могут оценить примерно возможную эффективность. А затем, посмотрите, мы учим их свое мнение выражать. During the transition from childhood to adulthood, a teenager's body is changing in shape and size. So, in the pursuit of a perfect image, some young people can be exposed to eating disorders. И вот у нас проблема, правда же? Что настолько увлекаются внешностью, что могут быть проблемы с питанием. А задача? Conclude by giving and explaining your opinion on the importance of positive body image among teenagers. То есть мы учим понимать школьников, вот как можно объяснить какие-то вещи, как их можно перефразировать из того, как это в задании сделано, и в то же время не уйти никуда в сторону. И вот мы поговорили, например, о таком типе проблем. Мы поговорили о другом типе проблем. Посмотрите, on peer pressure among teenagers. И у нас есть какие-то фразы, которые станут источником вот этого мнения, на что надо посмотреть, подумать. То есть мы не говорим, что думать, но мы подсказываем, на что можно опереться, чтобы выводы какие-то сделать. to be accepted among peers and to become popular teens often face significant pressure to conform intended tastes, behaviors, and appearance. И вот затем мы переходим к своему мнению. А тут у нас вводные слова уже есть, которые мы можем использовать. Затем посмотрите. Не всегда ученикам легко написать целое сочинение. Поэтому тут идет работа сначала групповая. Разбиваются на микрогруппы. Вот в этом пособии как раз, если предыдущие пособия там один на один, удобно работать, потому что все задания, их можно делать индивидуально, то здесь предполагается работа групповая. Я его тоже использую при работе один на один с учениками. Но просто я тогда не по группам, а я просто делаю как пошагово. Сегодня напишем вот это, завтра вот это. Ну, на том уровне, на котором ученик способен это все написать. И затем уже потихонечку начинаем общее сочинение писать. И посмотрите, пожалуйста, вот здесь как раз у нас опции поменялись. И цифры поменялись. Чтобы не получилось так, что ученики зазубрили какие-то фразы, они эти фразы везде начинают вставлять на протяжении всего юнита. Тут у нас цифры другие. A friend, family members, a teacher, online forums. У нас не было online forums. И psychologist. А просто доктор у нас здесь пропал. То есть это не так все однотипно, как могло бы показаться, просто бросив взгляд на проблему. Да, и обратите внимание, что тут напиток дорызался в the opinion polls. Там на самом деле потом survey уже. Это я из предыдущего варианта взял, не посмотрел. Вот такие вот моменты. И затем последнее, когда ученик целиком уже пишет сочинение, и опять у нас поменялись. A friend, parents, a teacher, the internet, a doctor. То есть у нас какие-то опции меняются. Поэтому даже если ученик работал в группе, все равно, когда он будет писать, ему придется обращать внимание, чтобы не попасть вот в эту ловушку. И цифры другие, и опции немножко поменялись. Это чтобы обеспечить внимание ученика к тому, что в таблице написано. Потому что помните, FIP нам писала, что, к сожалению, ученики неверную фактическую информацию дают, не то, что у них написано в задании. И плюс в конце каждого модуля ученикам дается вот такой вот mindmap, который можно заполнить, где они расписывают для себя. Они здесь сами дополняют тот словарный запас, который им требуется. И вот они здесь подписывают такие моменты. Какие приемы еще помогут? Вот теперь мы от результатов к приему. Но давайте перед тем, как мы перейдем к обсуждению нескольких еще приемов, которые помогают. Вот как бы вы сказали, коллеги, второе пособие, для каких учеников его вам было бы удобнее использовать? Так, посмотрим для более продвинутых. А вот смотри, кто-то начинает готовиться для подготовленных. Вы знаете, я бы здесь его бы использовал для тех детей, у которых фоновых знаний не хватает. Вот если у ребенка не хватает фоновых знаний, то они смогут их набрать через тексты. Вот поэтому это решает проблему недостаточных фоновых знаний. Но давайте подумаем еще. Какие бывают ситуации у учеников? Проблемы? Я расскажу о том, как я решаю. Может быть, вы делаете так же. Может быть, вы предложите какие-то другие решения. Бывает, когда ученики не могут выбрать, какие пункты сравнивать. Вот во втором абзаце надо сравнить и какие-то варианты придумать. Тут два варианта есть. Вариант первый, самый надежный. Определить, каким пунктам легче подобрать объяснение и выбрать эти пункты для сравнения. Бывает так, что такие пункты, что там крайне сложно подобрать какое-то объяснение логичное. Поэтому мы берем, например, наибольший, наименьший показатель тогда уже. И когда я только начинаю готовить, мы прямо проводим мозговой штурм. А вот если мы вот эти два пункта сравним, в чем может объясняться разница. А если вот эти, если вот эти, то здесь, конечно, немножко такая информационная эквилибристика. Но, тем не менее, это бывает и полезно. Например, вот если мы возьмем вот такие варианты, то я бы здесь, например, посмотрел, предположим, a friend and parents. Какие там могут быть? Вот почему они к ним обращаются? Потому что с близкими людьми легче поговорить. Правда же? Затем дальше, например, интернет и врач. Почему такая разница? В целых 10 раз отличается. К врачу только 2%, например, а интернет 20%. Ну, потому что в интернете легче найти информацию, чем записаться к врачу попасть. Правда же? Ну и плюс, может быть, есть люди, которые стесняются говорить с человеком. Они считают, что им проще почитать и что-то найти. Тут сильно зависит от типа проблемы. Правда же? То есть вот какие-то такие варианты могут быть. Можно, конечно, и с другими попробовать. Например, к интернету, если верить этой таблице, обращаются на 5% больше людей, чем к учителю. Почему так? Неужели интернету доверяют больше? Да нет, может быть, просто тот же быть вопрос стеснения. То есть вот такие моменты могут быть у нас. И здесь все довольно очевидно, но это для нас сами, для взрослых людей. Для взрослых людей легко. А подросткам это на самом деле оказывается неожиданно тяжело. Какие еще бывают проблемы? Бывает, когда ученик не может с вами сформулировать проблему и решение. Вот он смотрит, а я не знаю, какая проблема может быть. Или, а я не знаю, как ее решать. Здесь работает простой принцип. Think globally, act locally. То есть, когда ученики впадают в ступор, я им говорю, подумай. Я думаю, что вы так же делаете примерно. Подумай, что может быть проблемой для тебя лично. И как ты сам стал бы ее решать. Вот ключевой момент, как сам стал бы решать. Бывает ситуация, когда ученик говорит, да у меня таких проблем, в общем-то, не возникает тогда. Хорошо. Если у тебя друзья, у которых есть такие проблемы, тут друзья почему-то находятся обычно. Как они ее решают? Если я говорю, я не знаю, как они решают, а чтоб ты посоветовал, как ее решить? То есть здесь самое главное, чуть-чуть развернуть угол зрения. Под которым мы смотрим на это задание. И как только ученики начинают на себя примерять, им сразу становится гораздо легче, чем действовать абстрактно. Да, это вот проблема. Например, к сожалению, и на русском языке тяжело ученикам сравнивать. Это та самая проблема, когда недостаточно системное восприятие. Информация, когда они связи не видят между какими-то вещами, они не видят, например, последствий, причин не умеют. Конечно, здесь можно было бы говорить о том, что детям надо давать задания на определение причины, следствия, на выстраивание событий по порядку, на продолжение логического ряда, какого-то логической цепочки. Но это вот скорее развивающие задания, которые несколько лет надо делать для того, чтобы менее выросли. А мы здесь смотрим прямо конкретно на ту картину, с которой дети приходят к ЕГЭ прямо сейчас, к сожалению. И вот сейчас у нас уже четверть одна закончилась. Мы уже переходим во вторую четверть. Нам осталось немного времени. Вот как быть с такими детьми? И кто как делает? И еще одно решение, которое я нахожу обычно полезным, это смысловое свертывание. Это работает с детьми, которые никак не могут сформулировать нормальную проблему коротко, компактно, четко. Они растекаются мыслью, вот они пытаются что-то сказать, а у них никак не выходят. Они вот что-то говорят, 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 а самой сути здесь не видно. И мы оказываемся в рискованной ситуации, когда они будут считать, что они сказали понятно, а эксперт должен за них додумать, а эксперт не имеет права этого делать. Я даю задание на смысловое свертывание. Я говорю, хорошо, вот как вы сказали, давайте прямо напишем. Они пишут, я говорю, а теперь давайте мы попробуем с вами зачеркнуть те слова, которые мы можем убрать для того, чтобы не потерять смысл. И ученики учатся зачеркивать лишние слова. Это на самом деле упражнение, оно полезно не только, конечно, для формулировки проблемы, это упражнение, которое позволяет учиться более четким формулировкам. Вот коллеги написали, что это самый сложный пункт для учеников. Это правда, вот это сравнение, объяснить что-то, но и формулировки тоже сложные. Я сам помню, когда я в свое время учился в Великобритании, и когда задавали писать эсэ на определенное количество слов, как мне сначала было тяжело научиться вообще ощущать количество слов, чтобы не считать каждый раз. И как жалко, безумно бывало жалко, когда вот написал, эссе хорошее получилось, а у меня слишком много слов ушло. И начинаешь ужимать, ужимать, вот тут жалко. Вот с каждым словом, как можно слово сочетать, не заменить одним словом и прочее. Это, конечно, безумно тяжело. Вот поэтому это... Но, тем не менее, сначала было тяжело, но потом нормально все научился. И вот эти приемы смыслового свертывания, они очень даже неплохо работают. Еще одна проблема. Ученики забывают обосновать свое мнение. Ну вот, зарапортовался, забыл, там написано, обоснуй мнение, explain, а он не объясняет. Тут решение очень простое. Его несколько раз приходится сделать всего, и все работает. Я про него тоже часто упоминаю. Это так называемый Socratic Method или метод пяти почему. Вы задаете ученикам вопросы. О нем отвечают. Вы им говорите why в ответ на их вопрос. Он начинает объяснять. Объяснил вы им опять why. Например, причем надо начать с очень простого вопроса. Например, who do you ask for help if you have a problem? Они говорят, my friends, why? Ну, например, там они говорят, because my friends, I have good friends who are ready to help. И опять why. Тут уже сложнее ответить. Почему? Потому что вроде бы ответ-то очевидный. Почему они готовы, потому что они друзья? Правда же? Но это недостаточный был бы ответ. Придется объяснять. Например, traditionally, friends tend to help each other. Объясняет мне ученик как не очень умному человеку. Я опять говорю why, because that's what friends are for. И вот так несколько раз why задали, и каждый раз ему приходится все больше и больше развертывать, обосновывать. Не сразу учатся они обоснованиях хорошие давать, но тем не менее, вот этот прием, он работает вполне неплохо. Когда вы эти вопросы задаете, ученику приходится объяснять. И самое главное, что это совершенно нетрудозатратно для учителя. Главное вовремя вспомнить. Я думаю, что вы тоже, наверное, примерно такими приемами и действуете. И, коллеги, мы подходим к завершению. Вот давайте мы, поскольку здесь собрались специалисты, которые глубоко заинтересованы в этой проблеме, давайте мы попробуем пообсуждать. А с какими еще проблемами при написании задания 38 сталкиваются ваши ученики? Давайте, может быть, мы сейчас попробуем какие-то решения вместе поискать. Да, вот мой любимый на уроке why. Самый трудный вопрос для ответа и самый простой, чтобы его задать. И это правда. Я тоже очень люблю такие вопросы задавать, потому что они помогают думать. И самое главное, что тут важно напоминать ученикам, что, ребята, на многие вопросы в жизни не бывает однозначно правильных или однозначно неправильных ответов. Хотим мы того или не хотим, но, как правило, слава богу, решений больше, чем одно. Итак, давайте посмотрим. Слова связки так совершают решение проблемы. Спрашиваю, как бы вы ее решили. Да, самое главное на себя повернуть, потому что, когда человек, помните, вот это выражение, голь на выдумке хитро, или еще лучше по-английски. Need is the mother of invention. Более красиво звучит. Когда потребуется, припрет к стенке, то пойдешь и будешь решать эту проблему. Слова связки смысловой переход от одной части к другой. Но, короче, кто как со словами-связками решает проблемы? Я, на самом деле, решаю ее довольно просто, вот буквально за пару занятий. Я беру списки слов связок, вот, например, те, которые в пособии Ирины Викторовны хитровые, перечислены, и просто мы их обсуждаем. Там проблема в чем? Ученики, как я вижу, ученики часто не понимают. То есть, вот им эту табличку даешь, они не усмотрят, они их забывают, потому что они их не пробуют использовать для себя. Я им даю обычно задания, которые заставляют подумать. Например, вот подумай, я убираю слова связки, можно просто взять абзац, убрать слова связки оттуда, и сказать, давай подумаем, а какой мы здесь могли бы, просто берем текстик, убираем вообще оттуда слова связки, и обращаю внимание на функцию, я говорю, вот что здесь делает автор? Он дополнительную информацию дает, он противопоставляет, он спорит с чем-то, он соглашается, он еще какой-то аргумент приводит, он обобщает, говорит, в целом, тем не менее, или он предлагает перейти к чему-то другому. И когда ученики начинают смотреть с этой точки зрения, для них связки перестают казаться такими загадочными. То есть, там проблема, опять же, не с языком, на мой взгляд, а с тем, что ученик просто не очень умеет логически думать системно, и все. Так, подобрать корректную, лексику от простого к сложному, формулируем, расширяем лексический запас. Да, прекрасно работает. Вот коллеги подсказывают collocations, да, тоже это хорошо работает. Придумать комментарий все-таки самое сложное. Это правда, но вы знаете, я смотрел, когда задание FIPI, открытого банка, я очень мало видел таких заданий, где сложно подобрать. То есть, иногда бывает, вот думаешь, что тут может быть общего. Например, почему оно вот такое объяснение. Но вы знаете, здесь ситуация-то вот какая. Если нет явной логической ошибки, то есть, прям, ну, вообще вот не притянуто за уши, то эксперт не может не засчитать такое сравнение. Главное, чтобы оно было. Вот видели мы с вами, то, что FIPI подает в качестве примеров логических ошибок, они, в общем, действительно очень явны, там одно с другим вообще никак не соотносится. А если хоть какое-то соотношение есть, то это обычно засчитывает. Вот коллеги советуют эффективные технологии дебаты. В группах дети охотнее находят противоположные мнения, разные решения проблемы. Еще лучше, когда переходят на подготовленную речь. Да, это тоже замечательно. Ну что ж, мешают вызванные шаблоны. Это действительно беда. Причем беда еще в том, что дети взяли этот шаблон неизвестно откуда. Шаблоны могут помочь, но я бы сказал бы так, вот не целиком шаблон помогает, а лучше работать по абзацам действительно, потихонечку. И постоянно повторяю, что можно вот так, можно вот так сказать. А есть еще вот такой вариант, чтобы у детей не было неверного предположения о том, что есть только один верный вариант, единственный в мире и все. Вы знаете, вот я на том же курсе методики подготовки к ЕГЭ, и к ОГЭ и ЕГЭ со студентами. Я у них периодически спрашиваю, для них становится открытием. Например, когда про личные письма говорим, вот про электронное письмо теперь, я им говорю, скажите, пожалуйста, кого из вас учили обязательно извиниться за то, что долго не писал. Вы знаете, процентов 80 поднимают студентов в руки. Но они сейчас на четвертом курсе, они еще помнят, как они это все сдавали. Я говорю, кого из вас учили объяснить, почему вы заканчиваете письмо? Например, Примерно такое же количество руки поднимает. Я говорю, теперь говорю, внимание, не знаю, станет для вас это открытием или нет, в ЕГЭ никогда не было такого требования. Объяснять нет и не было. Извиняться за что-то или писать. Причем, вы знаете, в хороших совершенно сообществах во ВКонтакте, мне очень нравится сообщество ЕГЭ-эксперт, которое Евгения Сергеевна Каптурова ведет во ВКонтакте, там действительно абсолютно профессиональные вещи пишутся, великолепные совершенно. Ну, Евгений Сергеевна вообще великолепный специалист. Но при этом я иногда там вижу, например, когда учитель приходит к какой-то со стороны и говорит, а вот как здесь, например, вот почему здесь нет этого извинения, ведь это же надо. И когда учитель спрашивает, а почему надо, он объяснить не может, потому что он не документы смотрел ЕГЭ, а вот слышал с чьих-то слов. И такие проблемы бывают. Поэтому с шаблонами, конечно, лучше быть осторожнее. Вот здесь поэтому удобно, когда действительно, как авторы этих пособий, они показали разные варианты, но они объяснили, почему и как это должно быть. Вот такие вещи. Для количества слов данных, представьте, какое количество слов, на самом деле, какая-то опасная игра. Слабым ученикам такое может помочь, но ведь дают-то всем, причем те, кто на ИНИАС пошли, представляете, у которых хороший язык, и все равно там процентов под 90 руки поднимают. А вот если посчитать, я с студентами делаю так. Ребята, давайте посчитаем с вами слова. Вот прямо элементарно. Sorry, I haven't written for a long time. I was busy preparing for the exams. 15 слов. И дальше. I have to go now, because my mother wants me to help her. Еще 7 слов. 7 прибавляем, 22 слова. А у нас весь объем 100-140 слов. То есть мы уже 1 пятую объема минимального, возможного, мы съели на абсолютно ненужные фразы. Ну, от 140 там, слава богу, не такое большое количество, 1 седьмая объема. Но все равно это же очень опасно. И с шаблонами бывает та же самая ситуация. Не зря, вот я вам приводил цитаты из ФИПИ, где они пишут, что возможно из какого-то шаблона. Когда прям приводят примеры того, как шаблон помешал, и по всей стране пошли ошибки однотипные в 24-м году. Вот такое тоже бывает. Поэтому шаблоны – дело не очень хорошее. Хотя они могут помочь, конечно же. Главное, чтобы он правильный был, чтобы действительно эксперты ЕГЭ помогали. И все равно он не должен сдерживать логику и мышление детей. Но про гибкость мышления мы еще поговорим. Я следующий вебинар планирую на такие темы. Сообщество во ВКонтакте, оно называется ЕГЭ-эксперт. Прямо вот ЕГЭ крупными буквами, и буква Э ЕГЭ, оно превращается в слово «эксперт» первой буквой становится. Вот либо можете найти просто по фамилии Евгения Сергеевна Каптурова. Евгения Сергеевна много лет была председателем областной комиссии по ЕГЭ Орловской области. Я не знаю, в этом году она председатель или нет. Просто не спрашивал. Но великолепное сообщество, очень-очень полезное. Море материалов замечательно. Участники учителя прекрасные, будет полезно и хорошо. Да, коллеги, если кому-то еще нужна тренировка хорошая, то посмотрите, есть вот такой вот сайт exam simulator. Это, правда, для устной части. Его авторы, это авторы как раз Ирины Викторовны Хитрова, Натальи Сергеевны Зверева. Да, вот если способным ученик, он умеет использовать, переделать любой шаблон. Вы знаете, да, если этот шаблон дается ему как возможный вариант, но не как единственно верный путь. У меня были ситуации, когда дети просто пытались топик подогнать. Я был в свое время, правда, был давно уже председателем областной комиссии по ЕГЭ Тамбовской области. И тогда устную часть принимали еще устные эксперты. Так, Лид, ну давайте так, мы уже отходим от темы ЕГЭ, вот именно вот писанной части, поэтому давайте сделаем так. Так, мы вам сейчас в чат отправим информацию о том, как сертификат можно получить. Те, кому интересно, я эту историю расскажу. Это еще буквально пару минуток займет. Те, кому интересно, для тех мы закончили, только единственное, что я вам презентацию обещал отправить. Давайте я вам в чат отправлю, чтобы вы не ждали. А пока я отправляю, я как раз расскажу про эту историю. Как дети попадаются с топиками, и как это бывает вредно. А топик – это, в общем, тоже шаблон. Была ситуация, там было задание на монолог, когда нужно было там speak about your hobbies. И были вопросы опорные. Do you do your hobbies together? Alone, not together with your friends? Do you share any of your hobbies with your family? И там было what hobby would you like to take up in the future? И приходит отвечать девочка, до сих пор помню, хотя много лет прошло. Она говорит I have many hobbies. My favorite hobby is reading. И смотрит на меня, так или не так. Я, естественно, вежливо слушаю с улыбкой. Так же, как когда на Олимпиаде экспертом выступаешь в тенном жюри. Она дальше продолжает. Recently, I read a very interesting book. Я, естественно, не возражаю, потому что я же не имею права ученика не перебивать, не направлять, не прочее. И она продолжает рассказывать. The book is written by, the book is about. То есть она переключилась на топик My favorite book. Но пытается, как делает, попытки подтянуть. И вот она рассказывает, рассказывает, рассказывает вот это вот все. Но при этом она не ответила ни на один опорный пункт плана. Ни на Do you do your hobbies alone with your friends? Do you share your hobbies with your family? What hobby would you like to take up in the future? Она просто сделала подводку и пересказала топик. И все. Да, вот коллеги подсказывают. Я шаблон с учениками стараю индивидуально. В основном связки для начала абзаца фраза для описания фактов. Ученики сами выбирают. Понравишься фраза? Вот это идеальный вариант. Когда они для себя сделали то, что для них работает. И вот так вот получается. Ну что ж, коллеги. Спасибо вам большое за ваше время. Я уже отключаюсь. Но у нас могут быть... Вернее, у нас не могут. У нас есть целая программа еще семинаров. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Приходите. По возможности. Презентацию отправил. Получилось презентацию скачать? Все ли в порядке? Ну что ж, замечательно. Ну что ж, замечательно. Спасибо тогда, коллеги. И до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok